Много столетий Далай-Лама является подлинным духовным лидером мангоязычных народов, в число которых входим и мы калмыки. Нужно особо отметить, что исторический путь нашего народа особенно неразрывно связан с этим выдающимся буддийским учителем. На протяжении 400 лет Далай-Ламы, несмотря ни на какие расстояния и преграды, осуществляли духовное руководство нашим народом. Они утверждали каждого верховного ламу калмыцкого народа, давали названия каждому калмыцкому буддийскому монастырю, заботились о духовности и развитии нашего народа. Уже 400 лет мы живем и верно служим благу России, разделяя и тяготы, и радости вместе со всей нашей огромной страной. С молитвами, обращенному к Далай-Ламе, умерло не одно поколение наших стариков, тех, кто отдал силы, здоровье и жизнь на благо нашей Родины. Эти люди своими трудами заслужили честь и право встретить своего духовного лидера на своей земле. Но сегодня они не могут этого сделать. Не можем сделать этого и мы, большинство жителей Калмыкии. Ведь поездки в Индию сопряжены с большими финансовыми затратами. Мы граждане Российской Федерации. Нам наша Конституция дает право свободы, совести и вероисповедания. Мы граждане свободной и великой страны. Неужели внутренние вопросы Китая сегодня стоят выше прав и свобод нас, граждан России? Я, как буддист и гражданин Российской Федерации, вместе со своим народом, открыто обращаюсь к правительству своей страны, к Министерству иностранных дел и ко всем тем, от кого зависит решение на выдачу визы Далай-Лами. Мы просим пастырского визита. Его святейшество Далай-Лама давно сложил в себя все политические полномочия. Сегодня он говорит с буддистами всего мира только об учении Будды. Мы хотим встречать его святейшество Далай-Ламу как духовного наставника нашего народа на своей земле. Мы имеем на это конституционное право. Дайте визу Далай-Ламе. Не ущемляйте нашу веру и наши права. Мы верим, что Россия – великая страна, которая не обделяет правах своих граждан. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далунхойрхудл. 72 небылицы», рассказ-диалог «Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Далуншиндже. Гаданий по бараней лопатке», представленный в очерке народного поэта калмыки Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором.